Сабр трех видов бывают. Ас-сабр ана-та-а-тиня, проявление терпения на поклонение Всевышнего Аллаха, Субхану А.Та-Аля. Тот же самый молитва, омовение, хадж, пост. Есть ас-сабр ана-м-а-м-а-м-си, проявление терпения, дабы не грешить. Потому что ас-сай-тан, зай-ин ана-м-а-м-си, шайтан, который украсил греховный. Говорится, запретный плот, сладок, приукрашен. Но однако это только оболочка внутри, горе и путь к гневу Аллаха, Субхану А.Та-Аля, и в итоге к наказанию. Поэтому второй вид Сабра, второй вид терпения, это не грешить. И третий вид Сабра, нахаддар Аллах, А.Та-Аля, проявление терпения на то, что предопределил Всевышний Аллах, Субхану А.Та-Аля. Предопределил кому-то какую-то болезнь, предопределил кому-то проблемы у него финансов, кому-то Аллах, Субхану А.Та-Аля, предопределил, у него будут проблемы где-то войны, где-то фактах, где-то нищета, где-то болезни. То есть именно проявляет терпение на то, что сейчас вот пандемия, сейчас какие вот смуты бывают в мире, на это проявляет терпение посредством А.Та-Аля, посредством молитвы, посредством проявления терпения. Поэтому также, когда приходит какое-то испытание, то есть если мы посмотрим сиру, посредством пришественников, то что они, как только какое-то приходило у кого-то смерть, у кого-то гибель, сразу что-то правильное моление, первое, что они восхваляли Всевышний Аллах, Субхану А.Та-Аля, посредством молитвы, посредством А.Та-Аля. И после этого Всевышний Аллах, Субхану А.Та-Аля, в конце аяты сказал, «Инна Аллах, ама ассабирин». Поистине, Аллах, Субхану А.Та-Аля, вместе с терпеливыми. В другом аяте Всевышний Аллах, Субхану А.Та-Аля, сказал, «Инна ма айбафа ассабируна, ажараму бигэйре хиза». Поистине, терпеливые люди возьмут без расчета, особенно день награду есть. Это подобно, когда человек заходит в банк, берет чек, ему приходит там какая-то сумма, там три нулянки, тысячи рублей. Бывает там больше нуля, шесть миллионов миллионов, бывает еще больше нуля, там у кого-то, да. Это, можно сказать, чек, ну линия заканчивается. Ассабир, за то, что проявлялся церпение ради Аллаха, бигэйре хиза. То есть представляет чек, ну линия заканчивается, бигэйре хиза без расчета. То есть Аллах, Субхану А.Та-Аля, от себя по своей щедрости даст. Поэтому, когда говоришь, цифра миллиард, или там сексилион, триллион, это мало перед Аллахом, Субхану А.Та-Аля. Аллах побольше дает. Аллах, Субхану А.Та-Аля, дает бигэйр хиза, дает без расчета. В другом аяте Аллах, Субхану А.Та-Аля, говорит, похожий аят, если вы же не сказал. Я югаллядинаминус тиранинбюссабрю вассалава, инна галакабира, илля алина хаши'ин. Тоже, в сурдок аль-бакара. Проявляйте терпение посредством молитвы, посредством терпения и молитвы. Однако, это что-то тяжкое, что-то тяжелое. То есть, молитвы читать не всем легко, кому-то тяжело. Вот есть лейл, одно из святатов мунафиқын. Когда они встают на молитвы, они встают с ленью. Или кто-то не молится вообще, потому что это тяжело, что это не бывает. Такие люди, что это тяжело, думают, что шайтану накручу, что это молитва, что-то тяжелое. Религия – это тяжелое, это что-то невозможное. Поэтому, священ Аллаху субханалу аль-бакара говорит, для небогобоязненных – это что-то тяжелое. А для богобоязненных – это приятное. Праб Мухаммад салаллаху алейху ассалам, когда хотел отдохнуть, говорил Билляля. Билляля, скажи адзан, чтобы мы отдохнули молитву, чтобы мы получили отдых. То есть, сахага, отдыхали молитву. Рогиня, сказал Бираммаду салаллаху алейху ассалам, «Астера для меня в молитве, в намазе сделано кур cerebral��자, что радует мое око, то, что радует моей души, то есть то, что любит, любил салаллаху алейху ассалам, всего больше – это что, стоять в молитве стоять в намазе». После этого Аллах Субхану Атe'Ле сказал имен Абнал ją ассабирин. То есть Аллах вместе с терпεί ними. я буду вас непременно испытывать страх за что страхом за что например то есть останется без работы останется без риска или еще некий страх внутри будет такой постоянно страх страх это отчего от того что человек мало полагается на все вишну Аллаха как сказал брат Мухаммад если бы вы искренне полагались на все вишну Аллаха то Аллах давал бы вам пропитание подобно тому как дает риск удел птицы которая вылетает из своего гнезда с пустым желудком возвращается обратно гнездо с полным желудком кто дает риск Аллах сукаматя вишемин хуф уйджор а вот Аллах сукаматя также буду испытывать голодом то есть есть люди которые испытывают с голодом у них нет ничего покушать даже сейчас не только не надо далеко уезжать в Африку даже у нас в России есть вот когда мы братья там ифтар раздавали в Рамадане на этот ифтар когда привозили нашим братьям сестрам вот мы этот ифтар кушаем и оставляем чтобы на суху что-то осталось вот это наша еда она делает кого-то Аллах сукам голодом кого-то финансовым то есть потери какие будут финансовым также вас буду вас успеть в ваших телах болезнями уходом близких людей из этой жизни после того как пояснил что есть разные виды испытания голодом страхом финансовая болезнь смерть и после всего этого свеча удача обрадугти опять же возвращается сабирин и терпеливо обраду терпеливых и потом свечного субхану атаку описание какие они должны быть терпеливыми это те люди когда приходит им какое-то испытание какое-то горе они говорят поистине мы приближим аллаху то есть в эти слова что они полосы доводка ли мы приближим аллаху то есть мы не можем без дозволения поднять руку без разрешения мы сможем встать не можем сесть можем вздохнуть все полностью мы даже поэтому почему нельзя у нас антали запрещает один из тоже дали из 1 как так скажем одно из доказательств то что запрещено наносить вред самому себе там курение например скажем алкоголь наркотиками или другой какой-то вред который несет организм потому что этот организм не нам принадлежит наше тело и нам принадлежит наша душа не нам и мы не нам принадлежит это инна ли да истине мы возвращаемся когда делаем земной поклон когда нас протянутся то есть что мы возвращаемся вернемся в этой жизни мы возвращаемся к лаву когда делаем земной поклон приближайся через сажда к лаву возвращается к лаву приближайся и в судно день когда мы стали с рогином вернемся к лаву субхану ата а после этого аллах субхану ата али какая же награда таким людям улайка алейхам салаваатуми рабби им рахм этим улайка опять же всевышний аллах говорит не ха улайка улайка есть исмуль-ишара по-разному языке указательное место имени линкариб на близкое расстояние есть линбайб на дальнее расстояние ха улайка если сказать это эти улайка те почему улайка потому что эти люди они достигают высших высот до этого нужно дорасти к этому нужно стремиться это каждодневная работа это постоянно то что улайка что на этом уровне встать саллаху субхану достичь